Приведу пример конкретного диалога. Когда вы начали заниматься уринотерапией? Уринотерапией начала заниматься два года назад в сентябре. Постоянно и ежедневно занимаюсь с января. Что вас побудило к занятиям уринотерапии? Безысходность. Абсолютная безысходность. При всем букете болезни и полном отсутствии медицинской помощи. Эту женщину лечили по знакомству самые лучшие врачи Воронежа на самом современном медицинском оборудовании с заграничными медикаментами. Лечиться к ним она пришла сама, а уйти не смогла. Ее отправили домой на носилках отекшую. Итак, букет болезни. Арахноэнцефалит. Хронический панкреатит. Хронический холецистит. Язва двенадцатиперстной кишки. Хронический колит язвенный ремокардит. Вообще затрудняюсь сказать, какой бы орган не болел. Аллергия страшенная. Кожа вся зудела, чесалась. Есть ничего не могла. Аллергия лекарственная от перенасыщение. Помощью же не могло быть никакой. Предложили психушку. Что вы делали из уринотерапии конкретно? Сразу начала пить урину. Пила столько, сколько влезала. Нечетное количество глотков от семи до пятнадцати. И глотки такие большие, что под двести граммов выпивала. Пила один раз утром. Втирала несколько раз в день. Массажи делали столько, сколько могла по времени. И утром, и днем, и вечером. Но вечером отказалась. Наступало перевозбуждение. Клизмы тоже начала делать сразу. Год из двух лет урину упаренную пью. Втираю, спринцуюсь. Только упарены. Изменив питание, я пришла к выводу, что урина стала лекарством. Приятно на вкус. Ароматизирована без всяких осложнений. Когда ее кипячут дома и находятся чужие люди, они ничего не чувствуют. Над плиткой имеется вытяжное устройство. Примечание автора. Какие у вас достижения в оздоровлении организма? Мне 52 года. Я практически вернула себе здоровье 35-летней женщины. Бегаю, прыгаю, скачу, хожу по снегу, плаваю до морозов. Одним словом, радую жизнь вовсю. В районе солнечного восплетения испытываю костер, который меня согревает. А из глаз, так сказать, два прожектора светит. Через некоторое время у этой женщины открылся третий глаз. Это мое примечание. Я вернула себе то здоровье, которое потеряла. Что с вами произошло в духовном отношении? За год расселись мрак и темнота. Непонимание смысла жизни. Во-первых, пришла к вере. Сознательно приняла крещение. Уверовала в Бога. Силы добра, света, любви. Однозначно. На себе почувствовала влияние этих сил. Всем телом и душой. Ощущаю все космические вибрации, которые проходят. Выросла несоизмеримо по сравнению с тем, кем я была. Мысли, чувства, ощущения любви, вселенской любви не привязаны ни к чему, никакому предмету. Чувство любви и вины перед землей, водой, воздухом. Чувство единства с космосом. Эти чувства заполняют и переполняют меня. Пришло чувство невероятной радости жизни, единения и служения. Я ощущаю, что встала на путь служения. Что бы вы хотели добавить об уринотерапии? Во-первых, люди должны поверить. Поверить однозначно. Вера беззаговорочно. Без нее не сработает система. Какие были осложнения при приеме урины? Осложнения были такие, как в калейдоскопе. Все мои болезни, сопровождавшие меня с самого детского возраста. В невероятно остром состоянии прошли. Невероятно остро. То есть, если это были почки, то губы чернели, лежало пластом. Гной тек из глаз. Буквально можно было собирать. Утром невозможно было открыть глаза. Все было залеплено. Но все это проходило очень быстро, за недельный строк. Например, почки болели три дня. Давление, кости, кожа. Я не могу назвать такого органа, который бы не болел. Еще раз повторяю, все проходило в очень острой форме. Бывали моменты, когда было невозможно встать с постели. Но вера, непреклонная вера и надежда, что все это поможет, помогли выдержать это. Люди, которые надеются на мгновенный результат, но у которых поражения глубокие не достигнут его, если все время будут бояться чего-то оглядываться. Надо идти прямо. То есть, если ты решил, пей, втирай, став клизмы, все делай в комплексе. Пить надо, чтобы в желудке все залечилось, в желудке и кишечнике. Все отправления теперь столько раз, сколько принимаешь пищу. Стул осуществляется очень легко, одним моментом. Состояние благодати пришло в кишечник. Отсюда и тепло во всем теле. Как вы сейчас используете урину? Упаренную урину пью утром. Клизмочки по мере необходимости. Когда в летний период ем свежую пищу и мало крахмалов, почти не пользуюсь клизмами. В холодное время года, когда пошла вареная еда и каши, клизмами пользуюсь чаще, почти ежедневно. Жизнь без клизмы с упаренной уриной я не мыслю не из-за того, что не оправляюсь. Стол у меня нормален. А потому что клизмы дают заряд энергии, блаженства на весь день. Если вспомнить практику йогов, то они также следят за чистотой толстого кишечника с помощью различных клизм, промываний и того подобного, с целью добиться максимальной чистоты и энергетики, а не налаживания работы кишечника, который и так работает безупречно. Вот так постепенно, последовательно необходимо начинать уринотерапию. Продолжать ее лучше с упаренной до 1,4. Я называю упаренную до 1,4 урину мочегоном. Это более эффективно. То есть для простоты изложения я назвал упаренную до 1,4 урины мочегоном. В дальнейшем я буду им пользоваться для обозначения упаренной до 1,4 первоначального объема урины. В других вариантах процедур уринотерапии могут возникнуть сильные ответные реакции организма, которые формируют отрицательный опыт негативного отношения к урины. Поэтому воспользуйтесь вышеуказанной схемой и возродите себя заново, как это сделала Галина Николаевна. В прошлом очень больная женщина из Воронежа.